Сегодня разберемся с тем, как создавать аудиторию. Как я говорил в конце предыдущего урока, аудитории это глобальный фильтр, который настраивается в панели администратора и позволяет вам очень тонко сегментировать посетителей. Поскольку работают аудитории как с данными о пользователях, которые собираются на автомате, так и с событиями, включая специальные события, которые вы создаете сами. Расскажу, как должно работать в теории, у меня работало так не всегда. Поэтому я вам советую экспериментировать и проверять все самостоятельно, прежде чем начнете доверять данным. Значит, создаем аудиторию. Тут есть несколько шаблонов и есть возможность создать собственную аудиторию, которая здесь почему-то называется особой. Достаточно простой вариант создать аудиторию на основе события, которое вы настроили заранее. Например, у нас есть клик по кнопке, который ведет на подписку в Телеграм. Тут нам показывают, что у нас есть один человек в этой аудитории, то есть человек, который за последние 30 дней совершил это действие. Как-то называем аудиторию, нажимаем сохранить. Вот аудитория появилась. Данные начнут поступать не сразу, а в течение 24 часов. Это, собственно, главная причина, почему я не смог применить излюбленный метод логического тыка. Но Google не был бы Google, если бы тут все было так просто. И это была бы единственная возможность создавать аудитории. Условия может быть практически все, что угодно. Как вы видите, тут гора всяческих условий. Например, демография и, скажем, пол. Добавляем фильтр. Посетитель является одним из мужской. Если по-русски, посетитель является мужчиной. Данные демографии пока не собраны, поэтому у нас ноль пользователей, но в целом все должно работать. И у нас тут есть магическая буква И, которая добавляет условия. То есть конструкция выглядит примерно так. Событие сработает. Ну, то есть человек попадет в эту аудиторию. Если пол мужской и, например, давайте возьмем опять событие. Был клик по Телеграм. И можно добавить еще одно условие. Скажем, человек был из России. Условия можно удалять. Теперь давайте разберемся с или. Ну, тут, я думаю, все понятно. У нас сейчас пол мужской или, глупо ставить женский, поэтому выберем другое. И в таком случае у нас событие сработает, если человек был мужчиной или пол неопределен. Разница, я думаю, ясна. В случае с И нужно соблюдение обоих условий. В случае с И достаточно соблюдения одного из условий. Кроме включения в аудиторию посетителей, из аудитории можно кого-то исключить по такому же принципу. Например, мужчины, но не из России. Удаляем все. Кроме групп условий, которые мы сейчас рассмотрели, можно добавить последовательность действий. Вот с этим я как раз не уверен, насколько точно это работает. Но может быть мне показалось. А может быть у меня недостаточно данных для полноценного эксперимента. Но по логике работать должно так. Чтобы условие было выполнено, пользователь должен пройти именно те шаги, которые вы зададите именно в той последовательности, которую вы зададите. Возьмем Page View и Page Location о нас. Понятно, да? Первый шаг — это просмотр страницы с URL About. И вторым шагом должно быть, например, такое же событие, но с Location. Пусть люди перейдут на новости, например. То есть событие сработает только если человек перешел со страницы About на страницу новости. Кроме того, здесь можно задать еще и время. Нужно только включить. Выбрать минуты, секунды и так далее. То есть он должен перейти, например, за 8 секунд. Смешно, что здесь нет применить, а вместо применить тут удалить. Не знаю почему, скорее всего ошибка перевода. И вот такое событие у меня уже работало, по-моему, через раз. Но еще раз, нужно проверять. Хотя даже здесь, в сводке аудитории, он говорит, что за 30 дней два пользователя таких было. Причем шаги здесь также могут быть составными. То есть здесь есть операторы и или для каждого шага. И мы можем добавить в аудиторию не просто человека, который пришел со страницы About, но определенного человека, то есть мужчину, который при том еще и проживает в России. Достаточно поверхностно рассказал, потому что на самом деле большая тема, куча вариантов, куча условий. Вообще не коснулись того, как сегментировать в одном сеансе, во всех сеансах или в одном событии. Но мне кажется, для сегментирования аудитории вам вполне достаточно базовых условий. Конечно же, с применением событий, о которых я наоборот рассказывал очень много. А уже продвинутый уровень это для продвинутых аналитиков. Редактор субтитров А.Семкин